Дорожные службы Новосибирска Снег с городских улиц и магистралей Сколько единиц техники задействовано И почему приходится привлекать дополнительные ресурсы В чем особенность нынешней снегоуборочной кампании И какие сложности возникают Сегодня у меня в гостях Начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк Юрий Александрович, добрый вечер Добрый вечер Но прежде чем мы с Юрием Александровичем начнем обсуждать Такую злободневную интересную тему Есть звонки на автоответчик Давайте я послушаю, что тут вы наговорили Здравствуйте Скажите, пожалуйста Почему от властей как бы не было Никакой помощи, спасения рыбы на шлюзах Гибнет очень много рыбы Наш мэр обещал нам помощь, технику Людей, народ Как бы мы все своими силами все делали Ваш и наш мэр Анатолий Евгеньевич Локоть Этот вопрос держит на контроле И департамент по чрезвычайным ситуациям Принимал участие активно и принимает в решении этого вопроса Если есть какие-то проблемы с обменом информации То пишите мне после эфира в социальных сетях Хоть в ВКонтакте, хоть в Фейсбуке Артем Роговский меня зовут Находите, пишите, если есть какие-то проблемы Его взаимодействие с властными структурами И, наконец, последний вопрос на автоответчик Послушаем Здравствуйте Меня интересует компания ПТК-30 Они строительство дома ведут на улице Дусе Ковальчук И они его вообще заброшены, это строительство Уже об этой компании столько идет всяких слухов Что они, ну, долгострой Как быть жителем, то как быть дольщиком, вернее Хороший вопрос Действительно, большие проблемы с компанией ПТК-30 Но их я предлагаю обсудить с человеком, который более погружен в эту тематику У нас на связи председатель Ассоциации обманутых дольщиков и инвесторов Валерий Науменко Валерий Владимирович, добрый вечер Добрый вечер, Антон Вот как раз-таки поступил вопрос по вашей тематике Начнем с... Хотел с позитива начать Но вот жители меня здесь увели Точнее, не жители, а радиослушатели Увели в несколько такую проблемную тему ПТК-30, Валерий Владимирович, что слышно о компании? Ну, действительно, серьезные проблемы у компании У руководителя и так далее На самом деле, строительный рынок в целом сейчас под большим вопросом Я думаю, что это не первая ласточка, не последняя, скажем так Это в стране в целом такая ситуация Что хотелось бы сказать Обращаться в департамент строительства Обращаться в нашу ассоциацию Это Красный проспект 50 Дом быта У нас там приемная Телефон 209-109-8 То есть мы ведем прием 5 дней в неделю В рабочие дни, в рабочее время Индивидуально решаем вопросы Стараемся помогать и стыковать Государственные органы, муниципальные органы Дольщиков, организовывать их и так далее Могу сказать сразу, что Надо настраиваться на серьезную работу Всем дольщикам Если они хотят Защитить свои права В силу того, что Мы 20 лет назад выбрали капитализм Развиваемся по нему Бесплатного жилья у нас Никто никому не предоставляет И за свои вложенные деньги Человек может получить Ну чисто пшит И все, ничего больше За свои права надо бороться Мы в этом деле им будем помогать Надо сказать, что Администрация города и области Пока в этом содействовала По крайней мере последние годы Я вижу, что содействие идет Тем более, ну, от локоть Наш, красный мэр Я думаю, что он Все, что может мэрия сделать В этом отношении мы потребуем И я думаю, что мы получим От Анатолия Евгеньевича Валерий Владимирович, как известно Вчера мэр побывал на Крайне проблемном объекте По адресу Учительская 9 Где также были обманутые дольщики Был непонятный застройщик Рога и копыта условные, да Вот хотелось бы у вас узнать О судьбе этого объекта Он в 18-м году Давно курируем этот объект Люди бедные там маются Уже чуть ли не 10 лет Что-то не достроим Да, там видно прямо По кладке кирпича Там видно, что строил один Потом другой Потом третий Там очень Знаю отлично И лично многих Потерпевших Вот, значит Людей, которые Членов ЖСК Обманутых дольщиков Руководителей Жестовского Сан Сергеевича Давно контактировали И постоянно им Пытались Одни и другие Варианты Предлагать Ну и наконец-то Чего-чего-чего Уже боюсь сгладить Но вроде бы вопрос решен Достали землю Земля реализовывается Получается финансирование Значит Компания «Веростроя» Финансирует эту стройку Строит Подрядчиком Мы назначили туда Попросили Опытного Застроителя Военно-строительной компании Это Денис Плотников Тоже депутат Городского совета От Компартии Российской Федерации Он Имеет опыт Доведения Стройка Обманутых дольщиков То есть Кому попало Доверять-то тоже нельзя Потому что Советство мы Допустим Дадим этому Подрядчику И потом Поминай Как его звали У нас Сейчас С этим делом Очень легко К сожалению К сожалению Правительство Сейчас Решило Бороться С обманутыми Дольщиками Следующим путем Необходимо Запретить Договора Долевого участия Таким образом Все деньги Строители будут брать Не с людей А будут брать Через банки Увеличивается Банковский процент И соответственно Вот таким вот образом У нас правительство Решило То есть Не будет больше Договоров Долевого участия Которые позволяли Хоть как-то Уменьшать Дикую цену На квартиры Совершенно Задранные Я прогнозирую Увеличение Цены на квартиры От 30 до 50 Процентов В силу этого Потому что Банкиры Продавили в Госдуме Вот этот вариант И Очень плохо Это Что сделать Мы пытаемся Нынешние стройки Обманутых дольщиков Которых пока Очень много У нас в городе Находить Будем достойных Подрядчиков Сколачивать Из этих Дольщиков Коллективы ЖСК И они Права застройщиков Получают И достраивают Свои объекты Это рабочая схема И я думаю Что Правительство области В этом деле Нам поможет Ну и тем более Очень плотно Этим делом Занимается Департамент строительства По руководству Нашего Я думаю Что Мэр Очень Очень Плотно Опекает Эти стройки Но конечно Ключ от решения Этой проблемы В основном Он находится Очень далеко Все что надо В местном На местном уровне Но мы делаем Это однозначно Совершенно Могу сказать Что На конфликты Мы легко На многие шли И с руководством города И с руководством области Мы этого не боялись Никогда Ну когда нам помогают И делают все что возможно Ну Это На самом деле здорово Другое дело Что общая ситуация Загнанная То есть Непродуманный Уголовный кодекс Который позволяет Классифицировать Работу Вот подобных Засрочников Которые берут деньги И исчезают Ну как невинное Прегрешение Их очень тяжело Осудить Очень тяжело Необходим Прямо Отмашка Какого-то генерала С большими звездами На погонах Чтобы того или иного Посадили Очень тяжело Инкриминировать им Значит Мошенничество Поскольку у них умысла не было Они как Пьяные паниковские В двенадцати стульях Там В золотом теленке Выворачивают карманы И они весело смеются Не смог построить И все Понятно Ничего-то ему не пришло Понятно Недостатки А уголовный кодекс Верстается где? В Москве Значит Нынешнее Строительное законодательство Изменено В совершенно неправильную сторону Где? В Москве Оттуда все Везде рука Москвы Спасибо Спасибо Какие-то изменения Но наше местное начальство На эту тему работает нормально Работало оно плохо Я бы сразу сказал Где их можно попинать Спасибо Спасибо большое Валерий Владимирович У нас на связи был Председатель ассоциации Обманутых дольщиков И инвесторов Валерий Наоменко Который рассуждал о ситуации С достройкой проблемных домов В Новосибирске В частности В этом 2018 году Будет сдан В эксплуатацию Дом с 13-летней историей С 2005 года Начиналось строительство Потом нерадивый застройщик Кинул людей на деньги По большому счету И исчез Соответственно Сейчас в этом году Усилиями мэрии И подрядчика Достраивается этот объект Так же как и объект Накашурникова 22 Напротив сибирского мола Откуда даже люди Прыгали насмерть Поканчивали жизнь самоубийством Сегодня обсуждаем Уборку снега С городских улиц И магистрали У меня в гостях Начальник главного управления Благоустройства и озеленения Мэрии Новосибирска Юрий Александрович Сердюк Юрий Александрович Еще раз добрый вечер Еще раз добрый вечер Сегодня я так понимаю Для новосибирских дорожников Не самый легкий день Потому что активно В течение дня Валил снег Ну Осадки Выпавшие в течение суток Аномальными не назовешь Это Обычная зимняя работа Дорожные службы Работают в круглосуточном режиме Ничего Супер Трудного Для дорожников Эти сутки Не преподнесли На дорогах города Работает 220-240 единиц техники Каждую смену Всего С начала зимнего периода Мы вывезли Уже больше 400 тысяч Снега На снегоплавильные Станции И Вместо Складирования Снега На снегоотвалы Так называемые Пока Погода нас Милует В отличие От прошлого года В прошлом году Напомним Уже 7 октября Лег снежный покров Первый снег 7 октября Повалил нам 800 деревьев В городе И с этого Началась веселая Прошлогодняя жизнь И получается Зимний период Шел там На месяц дольше Даже на два Зимний период У нас исчисляется С 15 октября По 15 апреля Фактически Так оно и есть Юрий Александрович Вот сегодня Допустим Вот этот снег выпал Он когда должен быть Убран по нормативам Точнее там Не убран А проезжая часть Должна быть Переведена В нормативное состояние В течение 6 часов После окончания Снегопада В течение 6 часов А если он валит Постоянно То Постоянно убираем Постоянно убираете Конечно И сегодня В течение дня Уборочные комплексы Перемещались По городским улицам Очищая их Сам Много ездил Сегодня по городу И много С радостью Отмечал На дорогах Технику Подчиненных Мне И учреждений Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Любовь Павловна Вы знаете Мы живем на улице Кошурникова 53-2 Напротив ТЦ Омега У нас дом Стоит практически На дороге И трактора Чистят регулярно Мы их видим В окно Даже Обыкновенно Это в 4 утра Но почему-то Они нас Колею нам Сделают Что ни такси Не может подъехать Ни мы на 5 минут К дому Не можем На машине Подъехать И бегут Дальше Как этот вопрос Решить Уже второй год Не можем Мы подъехать К собственному Дому Спасибо за вопрос Любовь Павловна Юрий Александрович Как быть Любовь Павловна Я действительно Понимаю О каком доме Она говорит Там два дома Если не ошибаюсь Рядом друг с другом Относительно Новые свечки И примерно Мне понятно О чем идет Речь Насколько я понимаю Любовь Павловна Я имею ввиду Не колею А вал Который Кладут Дорожные службы Поперек Въездов На основные Магистрали Да Действительно Это нарушение Такие места Должны Раздвигаться Въезды Остановки Общественного Транспорта Пешеходные Переходы Должны Раздвигаться Убирать Эти валы Которые Идут За комплексом Уборочным Это действительно Нарушение Поправим Постараемся Не допускать Таких Казусов А что в таких Случаях Делать Вот видит Любовь Павловна Что в 4 утра Идет уборочная техника И засыпает Выезд из двора Ей Звонить 051 Ну Это самый Самый верный Наверное Номер телефона Куда нужно звонить Потому что И запомнить Просто И диспетчер Примет на месте Самостоятельное решение Кого Кого Нагрузить Этой ситуации Если это Наши магистральные Большие улицы Значит будет Переадресовано Все в дорожно-эксплуатационные Учреждения Если это Случилось На дорогах Нижшей категории 2Б Так называемого По которым не ходит Общественный транспорт Или частного сектора То Звонок будет Переадресован В районную администрацию Юрий Александрович Много претензий Было в социальных сетях По крайней мере Я не со всеми Далеко согласен Что В праздники У нас Вывоз снега Осуществлялся Ну может быть Недостаточно интенсивно В принципе И Анатолий Евгеньевич Локоть Мэр проехался Сделал соответствующие Замечания Ну не везде Мы успеваем Идеально Убирать снег Поэтому Совершенно Справедливые Замечания Тех людей Которые Видят такие Огрехи В нашей работе Безусловно Стараемся Наводить порядок Начиная С магистральных Улиц Тех улиц По которым Ходит Общественный Транспорт И дальше От больших Дорог К маленьким Движимся Поэтому Одномоментно Везде Во всем городе Навести порядок Просто невозможно Но Мы Каждое утро Получаем Во-первых И критические Замечания Которые Поступили На 0.51 И Обзоры Критических Замечаний В прессе И безусловно В течение Следующих суток Реагируем на них Устраняем Эти недостатки Добрый вечер Вас беспокоит Красняков Андрей Анатольевич Военно-городок Гвардейский Пашина Калининский Юрий Александрович Персонально к вам Добрый вечер Хотел бы вас попросить Приезжайте Возьмите Мэра города Новосибирска Приезжайте к нам В военно-городок Гвардейский Только еще Пару тракторов Возьмите С собой Следом Чтобы не застряли Хорошо Вы хоть адреса Называйте Андрей Анатольевич Улица лейтенанта Амосова Начиная от Солидарности 14 До военного Гвардейский Вот еду по колее Дорога не чищена Постоянно Нету системной Уборки Отсутствует Системный принцип От случая К случаю Когда люди Действительно Позвонят 051 Ну это Ручное управление Поэтому Обратите внимание Если такая Возможность Есть На военно-городок Гвардейский Калининский Район Улица Лейтенанта Амосова Спасибо за звонок Андрей Анатольевич Совершенно Справедливо Замечание Ну Напомню Что Эта территория Военного городка Гвардейского Отошла к нам В обслуживание Только с этого Года Поэтому Действительно О каких-то Системных Мерах И по Содержанию Дорог И по уборке Этих дорог Пока рано Говорить Но Примем Внимание Эти Замечания И постараемся Исполнить Да У людей Зачастую Есть Недостаток Информации Они живут На территории Города Новосибирска И здесь Ну Не разобраться Кому Что принадлежит Действительно Только в этом году Военный городок Отдал Эту дорогу На баланс Мэрии Новосибирска Соответственно Раньше мы ее Даже не Ремонтировать Не чистить Не могли Это было бы Просто нецелевое Использование Бюджетных средств Наверное Это статья Совершенно справедливо Вот Поэтому Андрей Анатольевич Вы здесь строго Не судите Что из года в год Спрашивать можно Только за этот год Но Юрий Александрович Пометил себе Сегодня с моим гостем Начальником Главного управления Благоустройства Озеленения Мэрии Новосибирска Юрием Сердюком Обсуждаем Борку снега С городских Улиц И магистралей Юрий Александрович А вот такой вопрос За какие дороги Кто ответственен Может быть он не столь Интересен Массовому Слушателю Но тем не менее Дороги Получается Магистрали Это у нас Дороги Проще сказать Дороги по которым Ходит общественный транспорт Центральные дороги города Убираются Дорожно-эксплуатационными Учреждениями Под ведомственным Департаментом транспорта И дорожно-благоустроительного комплекса Дороги по которым Общественный транспорт Не ходит Так называемые Дороги районного Значения 2Б И Внутриквартальные Проезды Находящиеся на Муниципальной территории 3А И дороги частного Сектора Убираются Подрядными Организациями Которые Выполняют Работы По муниципальным Контрактам Заключенными С районными Администрациями Ну Наверное Голову не стоит Забивать Этой информацией Рядовым гражданам Есть номер Телефона 051 Универсальный Для таких случаев Жалоба На То или иное Нарушение И диспетчер Уже самостоятельно Зная Кто за что ответственный Поставит Грамотно задачи Добрый Александр Александр Какие есть вопросы Или замечания Вот у меня Вопрос По улице Убраво В сторону Жилмассива Ключевой Улицы Высокогорной Я не знаю Там чистится Не чистится Но Колея Вот как первый Снег прошел Колея Она постоянно Там И Местами Знаете Разъехаться Очень проблематично То есть Ну Видно Что вроде Гридера ходят Ну Блин Можно же Пошире Это Располкать Вот это И прям Ну Было ДТП Там Овраг Через него Проложили Как я понял Относительно Недавно Дорогу И Приезжали Работники ДПС Говорили Что Вроде как Она Духозная Ее даже Типа нет На карте О как Да И вот Именно Вот В этом месте Она Прям Узкая Чуть Пошире Машина Встречная Идет Уже Крайне Проблематично Разъехаться Хотелось Было Узнать Как там Вообще Что-то Будут Двигать Я там Живу На другом Живом Массиве Но Состоянно Езжу Жену На работу Отвожу Я не знаю Почему Там местные Не жалуются Хорошо Спасибо Спасибо Александр За звонок То есть Я так понимаю Что Снег чистится Но Есть Колея Какие нормы У колейности Дело не в том Он говорит Что Не широкая Проезжая часть А Не широкая Проезжая часть Просит о том Что Нужно Расширить Раздавить Снег В стороны Я обязательно Проеду Завтра С руководителем Октябрьского Участка Д.О. Номер один На Дубраву Поступают Периодически Оттуда Жалобы И от местных В том числе Жителей Проверим Посмотрим И приведем Все в нормативное Состояние Юрий Александрович Ну наверное Из года в год Сил на уборку Дорог Хватает Потому что Последние три года Их стали чистить В Новосибирске Заметно лучше Последние три года А вот на тротуары Хватает не всегда Да Ресурсов Да Пока это у нас Проблемное место Совершенно верно Это проблемное место Если Чистка дорог Это по большому счету Обеспечение Безопасного Движения Автомобилей И Сотрудники ГИБДД Как надзирающие За Выполнением Этих мер Безопасности Дорожного движения Нас Периодически Понуждают Выписывая Предписание Об устранении Тех или иных Нарушений То тротуар Это все-таки Зона движения Пешеходов И Уборка Этих мест У нас К сожалению Действительно Находится на втором На втором плане Стараемся Переломить эту ситуацию В прошлом году Мы закупили Небольшую технику Небольшую По размерам технику Способную И посыпку Механическую Осуществлять Тротуаров И прометание Конечно Это недостаточное Количество В очередных Закупках Уже Следующего Следующих лет Мы будем Планировать Увеличение Парка Этой техники Ну а в идеале Наверное В каждом ДЭО И в каждом Участке Должна быть Бригада Именно Убирающая Только тротуары Без отрыва Техники На другие Виды работ Которая Своей основной Специальностью Было бы Механическая Чтобы уборка Превалировала Уборка Тротуаров А пока Ручная Нет Вручную Мы убираем Пешеходные Переходы Остановки Общественного Транспорта А тротуары Вручную Никто не убирает Она и убирается Механизированным Способом Просто я говорю О том Что техники Такого Для этих видов Работ Недостаточно Юрий Александрович Ну вот вопрос Закупки техники Я так понимаю Анатолий Евгеньевич Локоть Мэр Новосибирска Говорил Что будет закуплена Дополнительная техника Уже в самое ближайшее время Да Аукцион Состоялся Определен подрядчик Который будет Поставлять нам 49 единиц Техники Техника Совершенно Разная Есть и Грейдеры Есть и Трактора Есть и Коммунальные Дорожные машины И Закупаем 10 единиц Больших Вакуумно Подметальных Автомобилей Которые Будут собирать Пыль С дорог В летний период В каждый район Будет куплена Новая машина То есть Это такая Плановая Такая Закупка Которая Все районы Покроет Да Техника Будет распределена По всем районам Города Хорошо Игорь Александрович Я помню Что были еще Претензии Ну по крайней мере У нашей Части Общественников Автомобильных По качеству Песка Да Или То есть там Вопрос встал Так Почему грязь Была на улицах Новосибирска В один из Периодов Когда не было Снегопадов По-моему как раз Действительно Эта грязь Стала заметна Именно потому Что Не было Длительное время Снегопадов Взяли пробы Этой Субстанции Дорог Действительно Там очень много И глины И органических Примесей Общественники Посчитали Что У нас Некачественная Песко-соляная Смесь И закупленный Песок нами Недолжного Качества Скажу сразу Что во время Закупок Вот уже второй год Мы закупаем Песок карьерный Неречной Мы Закупаем Получаем этот песок Под строгим Взором В том числе И общественников Разных За время Поступления Этого Песка На Пескобазу Мы сделали Более Семидесяти Проб И Предоставили И песок Который У нас Хранился У нас С каждой Пробы Мешочек Отдельно В сейфе Хранится С результатами Экспертизы Когда мы Его Проводили Мы предоставили И этот песок Общественникам И наши результаты Экспертизы И Они Взяли на экспертизу Уже готовую Песко-соляную Смесь И мы Точно так же Отправили На Экспертизу Эти же Пробы Мы получили Положительный Результат По Экспертизе Модуль Крупности Более Двух С половиной И Отсутствие Всех Вредных Скажем Ненужных Примесей В песко-соляной Смеси То что Находится На дорогах У нас И грязь И пыль Мы это Отлично Знаем Природу Вот этой Пыльной Смеси Мы постараемся Уже в летний период Следующего Этого года Разложить Понять Из чего она состоит Объявлен Грант Мэрии Города Новосибирска На проведение Таких работ Все Желающие Могут Участвовать Выиграть Этот грант И провести Исследование Исследование Я знаю Что несколько Лабораторий Несколько Институтов Заинтересованы В выполнении Таких работ Я уверен Что В летний период Мы поймем Все таки С чего состоит Эта пыль На дорогах Какая ее часть Привнесена Песко-соляной Смеси Какая часть Из частного сектора Из газонов Со строек И еще Добрый вечер Здравствуйте Как вас зовут Павел Меня зовут У меня Скорее вопрос О пожелании По улице Ипподромской Там Чистится В принципе Достойно Улица Но есть Колея Продавленная Тяжелой техникой В правом ряду По этой улице И когда Дорога Обледенена То Очень опасно Движение По ней То есть Здесь Нужно Либо Как-то С дорожными Службами Вот это Вот в летний период Устранить Это мероприятие Либо Поактивнее Посыпать песком Вот эти участки Потому что Ну Очень опасно О каких участках Вы говорите Верх, низ Ипподромки Да Периодически Они встречаются По всей длине Вверху Или внизу Ипподромская Скорее Вверху Ипподромская То есть Верхняя Ну Как вам Объяснить Верхняя Верхняя Проезжая часть Или та Проезжая часть Которая Внизу Проходит Ипподромская У нас вдоль домов Поверху идет И внизу Я так говорю Вдоль домов Да Павел Вдоль домов Так Да нет Не вдоль домов Получается Я вот верхняя Нижняя Плохо ориентируюсь Как бы В такой терминологии Ну есть Павел Есть ипподромская Магистраль Магистраль Про магистраль О магистрали идет Именно магистрали Мы друг друга поняли Ну я в принципе все сказал Весенний период Обязательно проводим Мы проверку всех дорог И в том числе На предмет колейности Такие места Мы знаем И на Большевичке И на Бердском шоссе И на Ипподромской Мероприятия по устранению Этих недостатков Безусловно запланированы Проедем Обязательно Проверим И указанное вами место Если действительно Колейность Превышает Допустимые нормативы Поставим в план работы И устраним С началом строительного сезона Спасибо Юрий Александрович Это программа Вечерний разговор С Артемом Роговским Сегодня мы с моим гостем Начальником Главного управления Благоустройства Озеленения Мэрии Новосибирска Юрием Сердюком Обсуждаем Уборку снега С городских улиц И магистралей Слушаем ваши оценки Хода уборки Пока что они зачастую Позитивны Но есть конечно и замечания На которые Юрий Александрович Который себе фиксирует Сегодня мы С Юрием Александровичем Сердюком Начальником Главного управления Благоустройства Озеленения Мэрии Новосибирска Обсуждаем Уборку снега В нашем городе С улиц И магистралей Юрий Александрович Вот если брать этот Снегоуборочный период Снегоуборочную компанию Как я ее назвал В анонсе Своей программы В чем ее характерная Особенность Помимо того Что снега В два или в три раза меньше Или в четыре Чем в прошлом году Не считали? Давайте Не гневить Никого А то засыпет А то да Сейчас наверстает Действительно Если брать Ту же Период Прошлого года Снега В этом году Гораздо меньше Но впереди еще И Остаток января И февраль И март Мы живем в Сибири У нас снег может идти И в апреле месяце Поэтому Не загадывая Ни о чем Ни хорошем Ни плохом Работаем Как я уже говорил В круглосуточном режиме Действительно На На пределе И технических возможностей И человеческих возможностей Ежедневно Ежедневно Техника Выходит из строя Железо Не выдерживает Что уж говорить Про людей Те люди Которые работают В дорожно-эксплуатационных Учреждениях Конечно Ну Только наверное Родственники их Понимают Насколько там Тяжело Трудиться И когда едешь По очищенным И не очищенным Улицам И ругаешь дорожников Вот у меня Перед глазами Лица этих людей Которые Которые работают В этой отрасли Поверьте Это Добросовестные Честные Хорошие люди И То что Не всегда у нас Бывают почищенные дороги Наверное Это не только Их недоработка Объективные причины Объективные причины Здравствуйте Здравствуйте Да, Людмила У меня такой вопрос Новосибирская область Калининский район Пашино Частные дома У нас нету Ни света Ни Дороги не числится Раз в год Вот у нас Почистую дорогу И все И забыли Ходить здесь Вообще Невыносимо Спасибо А улица Улица какая? Хвойная Хвойная Частные дома Хвойная Частные дома Спасибо, Людмила За звонок Вот интересный Кстати, тоже вопрос Частный сектор Уборка Снега В частном секторе Это Подведомственно Вашему управлению Благоустройства И озеленение Ну Начнем с того Что все дороги В городе Новосибирске Подведомственные Мэрии Города Новосибирска И делить Наше Не наше Мы Не будем Улицы Частного сектора Содержатся Районными Администрациями В рамках Контрактов Которые Они Заключают На уборку Этой территории Конечно Если сравнивать С магистральными Дорогами То Сумма Затрат На уборку Дорог Частного сектора Ну Просто В разы В разы Меньше К примеру Сказать Если на магистральную Дорогу На один квадратный Метр Мы Тратим Почти Сто Рублей В год То На улице Частного сектора Остается Два Рубля Восемьдесят Копеек А то и меньше В разных районах По-разному По-разному Давайте послушаем Наверное Все таки Уже последний Звонок Сегодня Добрый вечер Как вас зовут Добрый вечер Меня зовут Илья Да Илья Вопрос По улице Просто я Два дня По Ленину В победу Шел Пересечение Советское Ленина Короче Светофор И Ну вот Налет Понятно Там все Сплощадь Ленина Там все Практически Все так Люди находили Вот этот Будет убирать Как будут Светофоров Это центр города Между прочим Да Ленина Советская Дальше Пойдешь То же самое Практически Переходить Вот так улицу Туда На Димитровский И туда К Димитровскому мосту Лед То есть Ты как вот идешь Я вот чуть не навернулся И так сказать Материал службы Который убирают Центр города Два дня назад Идешь буквально Налить Ну понятно Может сегодня Пройтись Илья Может убрали уже Если сегодня пройтись Нет Или не рискуете Налить Вот это Очищать лучше Понятно Чтобы видно было Плитку там Или асфальт Как-то Вот это делать Будут или нет В городе Новосибирске Хорошо Спасибо за звонок Будут или нет Будут Будут Вот это вот Вот мне что Что у нас нравится Это оптимизм Юрий Александрович То о чем говорит Илья Это подходы К пешеходным переходам Они у нас Конечно должны Быть полностью До твердого основания Очищены Есть Замечания Я Понимаю О чем Илья говорит И завтра Мы устраним Этот недостаток Обязательно Юрий Александрович Вот постоянно Люди критикуют Ругают А есть те Кто хвалит Дорожные службы Вот вам позвонят Допустим И скажут Какие вы молодцы Спасибо вам за то Что вы так хорошо Убираете Убираете У нас звонок Нам не дадут По хвале сказать Добрый вечер Как вас зовут Добрый вечер Меня зовут Ольга Да Ольга Непосредственно Сейчас движусь В своей машине Еду с работы домой Поселок Северный Он же Кулатский Дорога соответственно Одна Если просто из города Из центра города Это Красный проспект Поворотом Либо на Светлановскую Либо через Георгию Ну через Кланды Вот этот вот Я конечно На самом всякий случай Извиняюсь Потому что передача Слушание сначала Вот только Ну скажем так Последние 15-20 минут Возможно Вопрос звучал Если вдруг звучал Ну как-то Отвести коротко Повторите пожалуйста Я думаю Просто жителям Не только поселка Северного Ну и 4-5-6-7 А в чем вопрос-то Я пытаюсь Вопрос заключается Смотрите Когда поворачиваешь Хоть в Светлановской Хоть в Каланды Вот в сторону Большой Медведицы На саму улицу Светлановскую Вот эта вот маленькая горочка При горках Горочка Постоянно Все фуры Все большегрузы Газельки Там Да Ну все понятно Большой Тат Не может зайти По причине Опять же там Плохо Чищено Ну понятно Наледи Нету песка Я понял Ольга Вы в следующий раз Нас в 18.00 включайте У нас просто тут Пару минут осталось И нас из студии Выгонять будут Но мы ответим Юрий Александрович Последняя минута Насколько я понимаю Речь идет о дороге Которая подходит В департаменте транспорта Вот этот пригорочек И эту дорогу Не обслуживают Как раз Я понимаю О чем идет речь Я отлично знаю Это место Но Если есть необходимость Я обязательно Дам команду Директору ДЭО Номер один Мы проедем Посмотрим Если есть необходимость Мы засыпем Просто пригорочек Пескосоляной смесью Чтобы Не шлифовали Там Дорогу Так Ну вот тут По моим часам Наверное еще есть Минуты или нет Так хвалят Или не хвалят Дорожные службы За все время работы В муниципалитете Отвечая За дороги У меня Одно Благодарственное Письмо Есть От жителей Я его в рамочку Вставил И оно мне висит На стенке В кабинете Ну наверное Тогда примите Устную Точнее да Устную благодарность От меня За то Что сегодня Добросовестно Отвечали на Мои и Радиослушатели Вопросы Спасибо большое Это была программа Вечерний разговор С Артемом Роговским У меня в гостях Сегодня на мои Ваши вопросы Отвечал начальник Главного управления Благоустройства Озеленения Мэрии Новосибирска Юрий Сердюк До встречи Через неделю На 101.4 FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова